Так, по мелочи. Особо сукачу, все нормально. Митюгям не больше. Твоё мнение. Честно скажи, на меня не надо смотреть. Давай так, Муфим. Выбираешь пояс, а я потом подойду заберу у тебя. Я хочу лично твое мнение вы слышите. Скажи. Он не затечёт. Не устанет. Ты говори, что ты... Ты говори, скажи, как я, смотри, соскочил. Ты понял, да? Ты понял, что я хотел сказать? Да я шучу, не парся. Это всё мы. От души. Правда, Гугл тяжёлый? Скажи честно. Представляешь, как мне было. Три дня практически не спал. Банка жёсткая она. Банку-то я не пропускал, я не знаю. Нет, я имею в виду его банка. Он-то пропускал. Но держал вот в этом дело. Не, Мурат Касач. Скажи, как тебе бой? Как прочувствовал соперник? Нормально. Чуть-чуть удивил тоже соперник. Думал, чуть-чуть легче пройдёт бой. Не знаю, почему-то всегда кажется мне, что бои легко пройдут. Но всегда готовлюсь на три раунда. То есть на три раунда. И думаю, хотя этот будет более лёгкий. Ну, лёгких. Не попадается никак. Приходится бороться, бить и выкладываться. Все три раунда. Это, получается, пятая победа в лиге. Готов ли ты заявить о своих титульных амбициях? Ну, что ты сделал в клетке? Что вообще скажешь об этом? Ну, уже сколько говорить можно. Уже постоянно говорим о этих титульных амбициях. Шесть побед подряд. Считать себе, как я залетел в эту лигу. Думаю, давно пора за титул драться. Уже всем сказано. Уже сто раз было сказано. Думаю, что опять повторять. Титул в твоём весе вакантный. Как вообще сам считаешься? Приглядывался ли ты каким-нибудь бойцам в твоём весе? Кого считаешь, кто более достойный выступить с тобой? Я не знаю, кто там. Около две-три победы подряд. Хотя бы кто там есть у нас. Ну, из Буторини, Егенбердеев. Буторин берётся. Он, не знаю, у него отпуск. Не хочу сейчас человека, который отдыхает. Что ему говорить? Там ещё Егенбердеев был. Тоже он вроде уходить собирался. И он в ЮС куда-то собирался уходить. Удача ему. Матиласан, кажется, здесь. Говорил там после Рамадана. Ну, потом к лету можешь подраться. Посмотрим, кого лига дадит, с теми поделюсь. То, что я кого-то что-то скажу. Мне кажется, ничего от этого не изменит. А так не хочу кого-то тоже лично вызывать на бой. Я всех вызвал уже сегодня на бой. Кто хочет, пускай выходит. Вот вы сейчас шутили со Штырковым. Возможен ли ваш бой, если так посмотреть? Наш бой? Да. Ну, всё возможно. Почему и нет. А так-то я сейчас с ним по-братски шучу. Мы и тренируемся вместе. Я уважаю пацана. Хороший парень. Всё может быть. Если завтра лига скажет, вы будете драться. Не знаю. Если он скажет, я не хочу мусульману драться. Я тоже, может сказать, что вас не хочет. Я тоже поддерживаю братские отношения. А так всё может быть. Не могу сказать, я не подберусь с ним. Или я буду с ним драться. Всё может быть. Для своего соперника это был первый бой в лиге. Ты занимаешь первую строчку. И в случае поражения ты мог потерять свои позиции. Не был ли этот бой слишком рискованным для тебя? Не, рискованным. Не знаю. Ну, как вот. Я логически рассуждаю. Мог я и в титульном бою проиграть даже. Мог и здесь проиграть. Какая разница. Надо же себя. Я, например, дерусь в лучшей лиге, можно сказать, мира. И, смотри, этим лучше не драться. Это как-то себя настораживает. Мы бойцы. Мы должны выходить драться. Проверять себя. Мы для чего в этом спорте. Я готов с любым подраться. И не думаю, что держать себя полгода и один раз драться. Мне 26 лет. Я готов каждые три месяца драться. Я решил за себя подраться. И, иншалай, за поезд поддержку через 3-4 месяца. Ну, вот смотря на этот бой, как он прошел. Когда ты готов выйти на следующий бой? Где-то в июле, наверное. Да. Сейчас я нормально. Я хоть сегодня выйду на бой. Все. Уже минут еще в 15 отдохну. Я могу на бой выйти. Травм нет. Альхамдуллах. Все хорошо. Ну, ты провел хороший бой. И куда планируешь идти праздновать? С кем ты будешь праздновать этот бой? Это победа. Ну, праздновать все. Я сегодня, наверное, пойду куда-нибудь поужинаю со своими друзьями, которые приехали сюда. Меня поддержали. Вон они стоят. Обид Камал. Брат мой, Тагир, тренер. И... А так приеду домой с родителями. Обязательно дома. По традиции. Шашучок. Это все отметим. В первую очередь дома с родителями. Это как? Это обязаловало. В первую очередь, это должен родители увидеть. Отца, мать. Как родители после боя встречают тебя? Мама волнуется? Мама никогда не смотрит мои бои. Тяжело, конечно, когда твой ребенок дерется и смотреть. Это бои. Мы, мужики, думаем, что подрался и все. А это же мама как-никак. Да и отец, наверное, тяжело переносит. Не особо так. Он сам никогда особо бои тоже не поддерживал. Сейчас... Сейчас более-менее... Уже я уже сколько... Очень долго выступаю. Только-только он начал привыкать и смотреть. Смотреть, что уже наблюдать за бойцами. И так уже чуть-чуть... Чуть-чуть только он влик. Да, да, да. Сейчас он даже иногда бывает говорит. Вот этот боица такой, он сильный. Физически сильный. Кто-то хорошо борется. Кто-то... Уже бывает. Интересно бывает. Слушай тоже. Ладно, мы поздравляем тебя с победой. Дальнейших успехов. Пока-пока. Пока-пока.